Шоу на раз. Отвратительное шоу, потому что на раз ничего делать нельзя. Я не эксперт, но этот чел выглядит, как будто немного умеет жать. Хороший кипиш какой-то. Качественный контент. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте хейтерские комментарии. Сейчас подснимем, как я на пердильной тяге не пожму 90. Олег, а сколько ты максимум вообще жалешь? 125 на раз. Два года назад у меня отъебнул нерв в правой сиське. Это называется иннервация. Сиська у меня стала не совсем той формы, и я стал жать 50, типа на 3. И вот спустя два года я уже почти жму обратно сотку. А нерв это что? Это как вообще? Я слышал, что мышцы покрывают. Я тоже. Это когда, короче, я боролся с Вованом на армреслинге. Это мой хороший друг, он здоровый пацан. Потом пошел на подтягивание, пытаюсь подтягиваться и подтягиваюсь в одну сторону вот так. Я такой, что за херня? Он говорит, дай две руки. Вот одной рукой я толкаю, а второй как будто у меня вот здесь сопля вот такая просто. То есть у меня импульс перестал проходить в сиську и в трицепс. То есть то, что нужно для жима. Неприятная херня, причем ничего, ни болезненных ощущений никаких. Ты просто понимаешь, что у тебя, грубо говоря, ты типа стал инвалидом. Вообще знаешь, что мы сейчас делаем еще раз? Давай. Давай, господа, друзья, братульки. Шоу на раз. Добрый дружи. Добрый дружи. Ай, блядь, чуть не погиб. Тихо, 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 тихо. Видите, какой он добрый. Я симулировал, что мне будет? Шоу на раз. Отвратительное шоу, потому что на раз ничего делать нельзя. Можно. Не, ну если это жим 335, то, наверное, можно. Главное, главное не на последний раз. Еще разок. Заключительный. Давай так называем. Крайний. Еще разок. Вот этого мне уже больше нравится. Так, полтинничек я пожал. Сейчас я попробую через десятки скакать до сотки. И может быть на пердильной тяге пожму 95, а может 100. Сейчас посмотрим. Для новых зрителей простаешься, ты не знаешь. А, я, короче, чувачок, который стейки жарит на ютубе. Все. Да нет, это норм. Вот когда 90, это будет вопрос. И как сейчас? Чувствуешь FPS? Сейчас более-менее норм. Но я говорю, что 120, я свои, наверное, состояния уже никак не верну. На всю жизнь. То есть, я не знаю, что нужно жрать, какие витамины, чтобы оно наросло назад. Ну, какой-то базар происходит. Блядь, я сижу, с краю какие-то фигю, какие-то целики, какие-то обжарки. Что это вообще происходит? Нервы. Нервы у кого-то отрывают. Уж связки, фасции, мышцы отрывают. Нервы отрывают. Короче, кипыш какой-то. Самое важное, это страхующий. Потому что у людей, которые жмут 200, их куча. Нормально подающих штангу, их 1 из 1000. Да, есть такое. Вот ты знаешь, ты знаешь тех прекрасных щелчков, которые ты там жмешь свой разовый какой-нибудь максимум, субмаксимальный. И вот эти люди, которые подают тебе штангу вот так, держи. И после того, как тебе так подали, ты уже думаешь то лежать, то ли скидывать и плохое что-то делать. Помоги, пожалуйста, подай. Он такой подходит просто, руки ложат на штангу. Причем вот так. И он такой, ну что, норм. Сколько тебе лет, какой-то рост и вес? 34. Готика мне вешу 90, метр 87 где-то. Но это чисто сало. Чисто, это 90 килограмм чистого мощного сала. Вот 95 или 100? Нет, мы с большим запасом сотка бьют. Ну, сейчас посмотрим, понятно. Я не эксперт, но этот чел выглядит как будто немного умеет жать. Пару раз, видать, был. Ну, это давно было. Давно было? Да. Да неправда. Меня до сих пор за это, блядь, ненавидят. Меня ненавидят за то, что я когда-то поднимал. Ты можешь вздуматься? За что? Меня ненавидят за то, что я когда-то был чемпионом. Это как-то работает в какую-то сторону? Это Россия. А, это те комментаторы, которые, вот раньше ты был спортсмен. А сейчас гламурный. А теперь ты у-у-у-у. Нет, я сейчас гламурный. Скатился. Модным стал. А мог бы жать-дожать еще. Все больше. Никакого спорта. Мужчина просто красавчик. Хорошо. Пошло. Но это вот конец. Еще кило все. Ну, еще килограмм добавить все. Чуть больше начинаешь себя уважать, когда справляешься с чем-то с таким. Там, знаешь, уже даже вопрос не мясо, а вопрос, сколько твоя голова сможет подать нервных импульсов. Но это первый раз, как я пожал соточку за последние два года. Ну, только ради шоу на раз. Подписка, лайк, само собой. Добрый дружи, это реально очень крутой чувак. Чувак, внизу посмотрите, там будут ссылочки на его соцсети. Блин, ну, там он про мясо так рассказывает. У тебя же на даче еще печь стоит русская. Еще всякие вещи там готовят. Русская печь, гриль и все. У меня вообще полный фарш. Сколько у тебя сейчас подписчиков? Четыре, блядь, четыре, двести, что такое. Я на цифры не особо наяриваю, кроме сотки, кроме сотки. Что мы, блин, не так делаем? Почему на 700 тысяч? Ребят, поддержите, пожалуйста. Я понимаю, понимаете, как я себя чувствую неловко среди таких мастовонтов. Я прихожу, сколько подписчиков? Семьсот. Они миллионники, я хочу... Семьсот тринадцать. Уже семьсот тринадцать, серьезно, да? Давай за это нюхнем, взмехнем. Айс! Ну, в вашем спорте не было нашатыря? Не, не было. Не было. Легкой атлетики нет нашатыря? Нет, конечно. А чем полюбород попускается перед подходом? Я вот сейчас просто нюхаю, и у меня перед глазами картинки, там, знаешь, вот там, с битвы чемпионов. Вьетнамские флэшбеки называют. Вьетнамские флэшбеки, клянусь, но они такие прям, вот хочется сейчас все бросить, пойти упаковаться просто по уши соком всяким интересным, блин, поднимать. Сейчас народ начнет это в комментах, типа, давай, давай, возвращайся в большой спорт. Так что ты полегче с такими... Нам ничего, кому мне еще что доказывать? Ну, так-то да, но миллион подписчиков нужен. Миллион подписчиков, вот это новая стезя, помогите. Сколько души в этом зале, блин, это нереально. Чего ты как? Первый Кубок Титанов игр? Не помню. Пойдем, покажи. У нас первый Кубок Титанов? У нас первый Кубок Титанов. Ну, у них там все, пошли два качка, понятно. У нас фотки убрали, но это в том числе зал Владимира Бонаренко. Ага. Вот, он до сих пор как бы работает организацией, связанной с нашим залом. Там 32 килограмма рисунок? Да, у Малана таких 5 должно быть. Мы не так, короче, роскошно живем. Кубок Титанов 2005 год, Санкт-Петербург. Вот он с 2005 по 2000 какой проводился? 14? На столе 13-й или 14-й? 2015. 10 лет просуществовал Кубок, Супер Кубок Титанов. А в чем такого фигура? Это в экипировке Троеборья, где по приглашению приезжали очень крутые топовые спортсмены. Максимальные килограммы поднимали и были очень крутые призовые. Насколько я помню, что с ними произошло то же, что происходит абсолютно со всеми. Люди недовольствуются. То есть там за первое место в последний раз я помню, что полмиллиона рублей получали. Это еще по курсу более-менее, это было больше 10 тысяч долларов. Очень много. Это для нашего спорта вообще очень круто. Организаторы туда вбухывали. Ну, пипец. За что им дикий респект. Цель в отказик подтянуться. Сколько у тебя было максимум? Максимум? 12 раз с гирей 16 килограмм. Но это как когда я 120 жал. Сейчас понятия не имею. Вот. Я вешу сейчас 90. Ну, так вот. Ааааа. 16. Аааа. 17. Все. Ну, такое. Я не разочарован, но и не обрадован. Можно было больше. Так, а с банками у тебя что? Слушай, я банки качаю в основном молоточками-гантелями. Но так как я видел, что в шоу на раз поднимается Z-образный гриф обычно такой, то понятия не имею. Полтинник подниму. Ну, полтинник я поднимаю. И просто гриф прямой. А с молотками ты сколько делаешь? Ну, в стиле кроссфитер-стайл, типа, могу и тридцатками махать. Может, даже тридцать пятками. О, мне кажется, ты 70 минимум сделаешь. Штанги. Полтоз. Полтоз. Нет. Нет, ну это, нет. Надо больше. Можно больше. Это называется изи-мани. Еще плюс 10. Ну, это, знаешь, просто, посмотрите, как он здоровый. Его просто вытянуло. Ой, знаешь, что вычитывал недавно? Охренеть. Космонавт улетел в космос на 6 месяцев и стал выше, там, на 5 сантиметров. Эй! Нет. 65 сантиметров. 65. Уже все не так плохо? Ты уже ближе к середине списка стреки, я тебе серьезно говорю. Причем в бицепсе это очень хороший результат. Да и сотка в жиме, я тебе, знаешь, что жет. Главное, чтобы так комментаторы считали. Они же напишут, что я дрыж. Нет. Это все нормально. Спортивная. Спортивная аудитория, это нормально. Если они тебе пишут что-то хорошее, это значит... То это уже что-то идет не так. Надо что-то подозревать. Это уже странно. Просто красавчик. Супер. Еще и сос... Ну это закинул. Не, не, нормально, нормально, нормально. Ну это, это, это все-таки чисто, это 50, 60, 65 это уже, конечно... 65 это чтобы комментировали, как хреново все пошло. Ну что у нас получается? 100 плюс 17 плюс 65. 182? Он опять считает, посмотрите на его. 182. Опять считает. Не в этом зале. Ты потом посчитаешь, потому что здесь такого не делают. Ну это мой виток. Да, здесь... Не надо. С вами был славный дружебомов, Кирилл Сарычев. Вот. Подписывайтесь на канал, кушайте много, кушайте вкусно. И обязательно ставьте лайки, оставляйте комментарии. Не, надо было круто. Подпишитесь, посмотрите на него вообще. Может так? Может так? Может так говорить? Не, реально. Ребят, спасибо большое за просмотр. Пишите комментарии, кого позвать. Мы? Я. Мы. Мы. Я. Влад. Мы. Влад. Влад и я это мы. Я это я. Влад тоже отдельно. Все вместе. Читаем комментарии. Много пишут про дикого лося. Дикий лось живет где? Правильно, в другой стране. В Братской. И он работает. И ковид. У него нет возможности сейчас приехать. Ребята, я с ним давно связался. Как только у нас ситуация уляжется, на канале будет Дикий лось. Всем пока. Тестостерон в хату. И стейк вам на стол.